Добрый день. В эфире программа «Тема дня. Комментарий» в студии Роман Быков. Туристическая отрасль в минувшие праздники, новогодние праздники, очень порадовала нас. Оказывается, наша Тверская область поставила даже рекорд по количеству приезжих. За счет чего такое произошло и чего вообще ждать нам в плане туризма от наступившего года? Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. Ирина, добрый день. Ирина, какие такие мы рекорды поставили в эти новогодние каникулы? В новогодние каникулы мы все увидели турпоток как индивидуальных туристов, так и организованных групп. Средства размещения в Тверской области были загружены, практически не было свободных мест, был загружен частный сектор, гостиницы, гостевые дома. Уровень загрузки, в общем-то, по предварительным подсчетам выше 80%. Это достаточно такой весомый результат для нас. И, в общем-то, персонал наших объектов всех работал по полной программе. Мы были открыты, мы функционировали, мы соблюдали все меры безопасности, о чем говорят наши показатели, что отсутствует рост заболеваемости. То есть мы с ситуацией справились. За это благодарим наше правительство региональное, безусловно, потому что другие регионы, конечно, были более жесткими в этом отношении. Ну, в общем-то, надо сохранять экономику, надо давать возможность людям работать и, конечно, и здоровье беречь. Поэтому я думаю, что решения были правильные, и мы сейчас получаем реальные результаты. Декабрь был сложным, потому что никто не понимал вообще, как сложится ситуация, и будем мы работать в праздники, в каникулы или нет. Но, в общем-то, наши надежды оправдались, и мы смогли заниматься приемом гостей, которых было достаточно большое количество, и все мы видели огромное количество московских и питерских машин, и автобусов, и, в общем-то, и автобусы, и туристов на улицах мы видели. То есть раньше этого как-то, ну... Скорее, питерская картина. Там нормальное дело, вот, куча автобусов, группы... А сейчас мы такую картину наблюдаем, и в Твери даже. То есть нас выручило вот это, ну, довольно жесткие меры, которые в столицах были, то есть то, о чем предупреждали, что все они к нам поедут отдыхать на Новый год. Ну, конечно, выручили, несмотря на то, что как бы тут можно по-разному все это судить, и болезни никто не отменял в нашей пандемии. Вот, но, безусловно, для бизнеса, для местного это такой серьезный ресурс для выживания, потому что здесь речь не идет о том, чтобы рубить деньги, да, здесь речь идет о том, чтобы дать работу, чтобы просуществовать и дальше продолжить свою деятельность. Вот, но я думаю, что пандемия, она должна, дала положительный результат в чем? То, что мы стали путешествовать у себя дома. Тверские смыслы, или вообще русские? Вообще, наши российские туристы. То, что границы закрыли, и сейчас еще наблюдается такая тенденция, то, что у нас требовательные туристы, которые раньше ездили там в Драгет или за рубежом, они вынуждены отдыхать здесь у нас, и, в общем-то, достаточно критично относятся к сервису. Ну, я думаю, что дело времени, и, в общем-то, когда есть спрос, предложение, безусловно, оно как бы преследует это. Я думаю, что мы справимся с ситуацией. Конечно, это будет не сразу, потому что это длительный процесс. Мы 30 лет вкладывали в экономику других стран свои денежные ресурсы, причем в больших количествах. И, безусловно, они это все чувствуют. И чувствуют сейчас зарубежные страны отсутствие русских туристов. И поэтому все стремятся хоть как-то сохранить какое-то авиасообщение. Но для нас, наши туристы, когда путешествуют по нашей стране, на самом деле, те, кто начинает путешествовать по России, они с удивлением узнают то, что у нас есть что посмотреть, и они начинают любить наши места, что самое интересное, ценить их. Я считаю, что пока не погрузишься, не увидишь эту историю нашу вековую, эти традиции, мы не будем любить нашу страну. Ирина, а можно ли в этой связи надеяться, что это подстегнет, к примеру, строительную отрасль, в плане, что начнут больше строить отели, может быть, уже известны какие-то даже факты, какие-то, может быть, заявки, что инвесторы захотели вкладываться, соответственно, потому что, насколько я понимаю, ограничен у нас номерной фонд все-таки на данный момент. На данный момент у нас номерного фонда не хватает в периоды пиковой загрузки, конечно. И помимо Завидова, где, ну, в основном мы понимаем, что там компании достаточно высокого уровня, являются застройщиками, но сейчас очень много объектов есть и на Селигерии, и в Колязине, Кашине, то есть Конаковский район застраивается, то есть Торжок везде начинается и продолжается стройка. Я думаю, что там она идет достаточно неплохими темпами. И тем более сейчас вот для того, чтобы решить вот временную загрузку, быструю загрузку, обеспечить возможность посещения туристами, сейчас программы Ростуризма по строительству глэмпингов, это временные как бы сооружения, которые не требуют фундамента и, в общем-то, быстро возводимые, но они позволят вот решить вот эту проблему обеспечения средствами для проживания туристов в России, вот тому турпотоку, который не выехал. А вот говоря о том, что люди стали больше узнавать свою родину, это все-таки у нас туристы, что называется, 100% Москва-Питер, или все-таки к нам, мне вот интересно, стали больше ездить там, не знаю, смоляне, ярославцы, к примеру, там, нижегородцы, я не знаю, может, даже сочинцы, в конце концов, наверное, тоже надоедает все-таки все время под пальмами там сидеть. Но на самом деле мы, вот у нас проект «Государевая дорога», он, в общем-то, и нацелен на то, чтобы не только москвичи ездили к нам, но туристы начинают ездить тогда, когда они понимают, куда они едут, где они остановятся, где они что посмотрят. Поэтому здесь самая главная роль – это предоставление информации. Когда она начинает идти, когда она идет постоянно, то уже туристы едут, и, безусловно, едет Ярославль к нам. Мы же сами тоже ездим, и в Ярославль, и Смоленск, и в Вологду, и в Новгород тоже самое. В Тулу мы ездим. Точно так же к нам приезжают туристы из других регионов, тем более сейчас межрегиональное сотрудничество, оно, в общем-то, набирает обороты. И вот я знаю, что во времена, в 2018 году, когда был чемпионат мира, и Москва была очень сильно, ну, там проблемы, конечно, были с посещением Москвы, то наши, как бы, туроператоры спокойно перестроились на посещение соседних городов, и, в общем-то, сезон не потеряли. Ну, это те, которые, в общем-то, умеют работать и понимают, предвидят ситуацию, то есть для этого нужен опыт. — Ирина, последний вопрос. Какие видят перспективы, ну, если, может, на лето, может, пока рано заглядывать, ну, к примеру, вот весна, будет ли традиционный, к сожалению, провал, когда все, все отдохнули, и все, до лета наши отели пустуют? Или все-таки, раз вот так получается, люди распробовали Тверскую область, соответственно, и, может быть, можно надеяться, что весной не будет вот этого пустующих? — Я думаю, что у нас туры выходного дня примут более такой вот регулярный характер и будут пользоваться спросом, тем более сейчас наши туроператоры, как мы видим, они перестраиваются не только групповые туры делают для автобусов, там, больших набирают, но и перестраиваются же на небольшие, там, группы туристов, которые самостоятельно путешествуют, но хотят, чтобы им кто-то, там, организовал стабильный, там, отдых, чтобы они, там, не забивали себе мозг, куда поехать, там, и что и где поесть. Поэтому здесь работа продолжается, и я думаю, что было бы замечательно, если бы мы смогли проводить событийные мероприятия, но это пока так на грани. Ну, в общем-то, я думаю, что за счет удаленной, опять же, работы будут у нас туристы, и за счет туров выходного дня, я думаю, что мы будем справляться постепенно с этой проблемой. — То есть позитивно смотришь на предстоящие весны? — Я позитивно смотрю. И вообще даже я разговаривала с одним из туроператоров еще за день до пандемии, который, федеральный туроператор очень такой серьезный, он сказал, когда закрыли Египет и Турцию, это были самые шикарные дни в нашей работе, и на следующий день прогремела пандемия, и, в общем-то, конечно, там маленечко другая ситуация сложилась, но, тем не менее, я думаю, что здесь развитие будет, и нам от него никуда не деться. — Слушай, была программа «Тема дня», комментарии, мы сегодня говорили о перспективах развития туризма, как выясняется, там никуда от хорошего туризма, хорошего туропотока не деться, и это прекрасно, но в гостях была Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. Ирина, спасибо большое. — Спасибо. — А вам желаю хороших путешествий, в том числе и по России. До свидания. — До свидания.